Источник силы Эрдогана показал слабость Израиля. 30 октября 2019 года военно-промышленный курьер Источник силы Эрдогана показал слабость Израиля. Источник изображения, фото, LRT.LT, Анкара подыгрывает Тегерану. Военное наступление Турции против курдов северо-восточной Сирией вызвало обвинения со стороны Исламской республики, но иранские власти понимают, что в конечном итоге оно может принести им пользу. С началом гражданской войны в САР в марте 2011 года Иран и Турция оказались на противоположных сторонах ближневосточной баррикады. Тегеран и Москва играли решающую роль в выживании режима Башара-Асада. Анкара добивалась его свержения и поддерживала бунт против властей. Неудивительно, что в Бире приветствовали заявления президента США Трампа о том, что американские войска будут эвакуированы из Северной Сирии, поскольку в Тегеране считали, их присутствие на сирийской земле есть грубое нарушение суверенитета САР. Однако решение турецкого президента Реджепа Таипа Эрдогана о вторжении на курдскую территорию в Сирии было воспринято его иранским коллегой Хасаном Раухани как усиливающая нестабильность и вызвало осуждение. Несмотря на критику, Тегеран не хочет рисковать отношениями с Анкарой, позволяющими обходить санкции США. Турция – важный канал поставок иранского газа на европейский рынок. Параллельно с источником силы Тегеран начал масштабные военные учения вблизи турецкой границы под кодовым названием «Одна цель – одна пуля». Объединив пехотные и бронетанковые части со специальными подразделениями по борьбе с терроризмом, иранцы сигнализировали турецкой армии своей военной доблести и дали понять согражданам курдского происхождения в западном Азербайджане, что не рекомендует им подливать масла в огонь. Корпус стражи исламской революции и починенные ему ополченцы могут увеличить присутствие в Северной Сирии. Несмотря на попытки риутихомирить у себя курдское меньшинство, составляющее, по оценкам, около 8 миллионов, по всему Ирану разразились широкомасштабные протесты против турецких учреждений, проходившие под лозунгом «Ржава, ты не одна, ржава автономное курдское образование». Звонки и уговоры Раухани, как и ожидалось, не убедили Эрдогана пересмотреть позицию. 9 октября турецкая армия начала масштабную атаку на северные сирийские города, что привело к жертвам и уходу курдских формирований. При отсутствии помощи и поддержки со стороны США 13 октября курды подписали с официальным Дамаском соглашение, согласно которому армия САР будет развернута вдоль сирийско-турецкой границы. 17 октября Эрдоган и вице-президент США Пенс договорились о введении 120-часового перемирия, что позволило курдским силам отойти от турецкой границы на 32 мили. В иранских СМИ это событие освещалось кратко. Тегеран хочет расширить стратегическую глубину присутствия в районах за пределами границ Ири, но находящихся под его контролем, и турецкое вторжение в определенной степени поставило эту политику под сомнение. Во-первых, развертывание операции «Источник силы» нарушило территориальный суверенитет Сирии, престиж президента Асада подорван, что в Тегеране считают неприемлемым. С другой стороны, существует довольно много салафитско-джихудистских групп Хаят-Тахри-Раш-Шам, Джайш-Али-Слам, Суку-Раш-Шам, дислоцированных близ расположения турецкой армии. Эти ополченцы, некоторые являются выходцами из Аль-Каиды, воспринимают шиитский ислам ересью, а его последователи считают достойными преследования. Для служб безопасности Ирана развертывание про турецких салафитских ополченцев недопустимо. Суницко-шиитский раскол в иранском коллективном сознании лежит глубоко. Господство ИИК, запрещенного в РФ, стало серьезной проблемой для тегеранских политиков, понимающих потенциальную угрозу, которую джихадисты представляют для шиитского ислама в целом и или в частности. Развертывание сунницких боевиков может также ограничить маневренность иранских сил на севере Сирии. Тегераны беспокоены этническим измерением. Национальные чаяния курдского меньшинства создают серьезные проблемы для всех четырех стран-соседей, в которых проживает большинство разделенного народа. Прецедент курдской автономной территории в Сирии неприемлем для иранского эстеблишмента. В Тегеране хорошо помнит восстание, приведшее в январе 1946 года к созданию республики Махабад. Кроме того, в Вире опасаются реализации идеи Большого Курдистана и чувства национальной близости между курдами из разных стран, несмотря на их раскол и племенную лояльность. Иранское руководство не потерпит брожение умов, которое может привести к этническим беспорядкам, поэтому там с большой обеспокоенностью смотрят на демонстрации против турецкой агрессии. В то же время наступление Анкары может способствовать продвижению иранских интересов. В сравнении с наличием турецких формирований в северо-восточной Сирии иранское присутствие в этом районе можно рассматривать как законное. Несмотря на тактическую координацию между Ираном, Россией и Турцией, стремление Анкары расширить свою зону безопасности на севере Сирии могло бы помочь иранцам реализовать идею сухопутного коридора от северо-западной границы Ирии через Ирак и сирийскую территорию вплоть до Средиземного моря, который Тегеран пытался установить много лет. По иронии судьбы тот факт, что Исламская республика воспринимается в арабском мире как оборонительный щит для президента Сирии, дает ее властям удобный повод для усиления гегемонии и расширения активности в САР. Это говорит о том, что соглашение об обороне между Курдами и Дамаском, позволяющее разместить сирийские вооруженные силы в Ржаве, разожит аппетит Ирана и побудет корпус стражи Исламской революции и починенных ему ополченцев консолидировать присутствие в Северной Сирии с одобрением осада. Как и раньше, иранские войска будут скрываться под униформой сирийской армии. Тегеран возлагает большие надежды на то, что международное сообщество обратит свои взоры на агрессию Турции. Глобальное внимание к действиям Анкара отвлечет присмотр за попытками Тегерана увеличить стратегическую глубину в САР. Иран хорошо себя зарекомендовал в использовании возможностей, появившихся в результате коллапса в регионе. Это произошло после вторжения в Ирак, 2003, и краха режима Саддама Хусейна, а также во время сирийской и еменской гражданских войн. Иранцы, вероятно, будут широко использовать вторжение Турции в Северную Сирию для расширения своего влияния на регион с целью создания угрозы для границы Израиля. Таким образом, осуждение Тегераном вторжения Турции выглядит не более чем протестом на словах, поскольку революционный режим вполне может извлечь выгоду из новой ситуации, связанной с уходом США из этого региона. Хотя наступление Анкары создает проблемы для иранского руководства, которое вкладывает значительные средства в стабилизацию режима осада, операция «Источник силы» также позволяет получить потенциальные выгоды для Ирана в Сирии. Для Израиля, напротив, это игра с нулевой суммой, поскольку продвижение иранских интересов в Сар неизбежная угроза. Аль-Каида решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года признана террористической организацией. Ее деятельность на территории России запрещена. Исламское государство решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признана террористической организацией. Ее деятельность на территории России запрещена. Справка ВПК Дорон Ицхаков Научный сотрудник Центра стратегических исследований Бегин Садат и Центра иранских исследований в Тель-Авивском университете Публикуются с разрешения издателя Дорон Ицхаков Научный сотрудник Центра стратегических исследований Бегин Садат Перевод Сергея Духанова Специально для ВПК газета «Военно-промышленный курьер» опубликовано в выпуске номер 42-805 за 29 октября 2019 года Право на данный материал принадлежат «Военно-промышленный курьер» Материал размещен правообладателям в открытом доступе